И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, перед началом данного видео я бы хотел выразить огромную благодарность спонсорам нашего канала. Вы можете сейчас их видеть на экранах своих мониторов, гаджетов, телефонов, айфонов, не знаю. Ребятки, спасибо вам огромное за вашу подписку месячную. Мне это очень приятно. Спасибо за вашу поддержку, ребятки. Ну что ж, мы начинаем. Как ты можешь наблюдать сейчас? Перед нами какая-то неизвестная планета. Где-то вдалеке, по-моему, доходит свет непонятные звезды, но я раскрою все карты. Давайте сейчас мы немножко облетим и посмотрим, что это за планета. Обрати внимание, она похожа на Нептун, но это не Нептун. Совершенно. Ну, я скажу так, что по размерам, да, он Нептун практически, да, он подходит по размерам Нептуна, короче говоря. Вот. Ну, давайте я, наверное, тогда раскрою вам карты, нажмем на нее и посмотрим. Друзья, это планета номер 9 или девятая планета, как ее называют, гипотетически существующая планета в нашей Солнечной системе. Можно сказать, за поясом Койпера. Вот. Так, давайте посмотрим, что у нас по диаметру. 46 727 километров. Да, она схожа с Нептуном. Очень. Состав атмосферы. Ну, это водород и гелий. Но, как говорят ученые, что внутри этой планеты находится каменное ядро, и, возможно, когда-то эта планета, планета номер 9, она была намного ближе к нашему Солнцу. Ну, да, это наше Солнце, как можешь обратить внимание, она была намного ближе к Солнцу, и за время эволюции, так сказать, да, приливными силами, силами, я не знаю, огромной гравитации наших больших, так сказать, планет, гигантов нашей Солнечной системы, таких как Юпитер и Сатурн, ее просто откинуло на... Посмотри. Так, расстояние у нас до Солнца. Давайте посмотрим, и все, в принципе, узнаем. Расстояние 670 астрономических единиц. Обалдеть. Как далеко. Это просто невероятно. Ну, как еще говорят ученые, что, ну, опять же, чисто гипотетически, не надо мне потом писать в комментариях, слушай, что ты несешь какой-то бред, а вот послушай, того-того. Я, как бы, тоже собираю какие-то факты, выстраиваю, и потом снимаю на этом свои видосы, которые вам нравятся, опять же. Вот. Короче говоря, как говорят ученые, что якобы за время, опять же, взять эволюцию, которая там несколько миллиардов лет была, да, после Большого взрыва, когда вся Солнечная система формировалась, сформировалась эта планета, и какая-то проходящая, возможно, другая планета, либо другая звезда, не знаю, просто захватила эту планету, и эта планета оказалась в поясе Койпера. Я не знаю, что можно предположить, что гадать. Ребят, пишите свои комментарии. Ну, вот. Ну, скажу так, если верить ученым, ну, хотя это не доказанно, не доказанный факт, что девятая планета существует, но если чисто гипотетическим фактам, так сказать, верить, то планета делает оборот вокруг нашего Солнца, да, по орбите, это где-то приблизительно за 10-15 тысяч лет. Вроде бы как так, если я не ошибаюсь. Так что не надо меня потом хаять, научными фактами закидывать. Ребят, у нас чистый канал, развлекательный, но не научный. Какие-то научные факты я примерно могу вам донести, вам сказать. Многие, да, помните, нас пугали когда-то тут, может, года 2-3 назад, что вот, девятая планета, там, не знаю, либо еще что-то, какая-то еще загадочная планета. Пишите в комментариях, не помню название. Будет приблизиться к нашей Земле, мы все погибнем, все будет плохо и будет ужас. Возможно, они имели и, кстати, планету номер 9. Но, видишь, мы ее можем наблюдать. Вот она прямо перед экранами ваших мониторов, блин, я не знаю. Ну что ж, я думаю, наверное, мы не будем заканчивать на этой планете. Мы посмотрим сейчас. Кое-что еще интересное у меня для вас приготовлено. Так, давайте тогда посмотрим. Такая вот интересная есть вещь под названием Марс 3000. Давайте перелетим к нему. Я вам покажу, расскажу. И давайте представим, что прошло около тысячи лет и, может быть, компания NASA, SpaceX, я не знаю, все-таки Илону Маска каким-то образом удалось терраформировать Марс. Посмотри, да, это полностью терраформированный Марс. Посмотри, как он прекрасно выглядит. У нас было много серий по терраформированию Марса. Даже, по-моему, была серия по редактору, где я пробовал терраформировать Марс. Но я не смог довести его вот до такой красоты. Посмотри, какой он... Он впечатляет. Его красота просто впечатляет. Смотри, долина Маринер. Три известных вулкана. Вулкан Олимп. Да, здорово. Смотри, как все смотрится. То есть, даже есть зелень. Все здорово. Мне непонятно, конечно, вот это вот свечение какое-то яркое. У него что, такая насыщенная атмосфера или что это? Это северное, не знаю, сияние по всей планете, что ли? Что это такое? Пишите догадки, пожалуйста, ребятки, в комментариях. Но смотрится, конечно, да, впечатлительно. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Состав атмосферы. Это у нас... Так, СО2, аргон и азот. Подожди, H2O, натрий, хлор. Так. Ну, вообще, кислород есть, вода есть. Так что, я думаю, здесь, конечно, можно, в принципе, дышать спокойно. Температура 79 градусов. Слушай, ну, это тропики. Это тропическая планета. Райская даже, я бы сказал. Планета. Теплая морская субтера с жизнью. Ну, я бы назвал это, конечно, райской планетой. Так. Атмосферное давление 0,87. Немножко понижено. Немножко понижено, чем на Земле. На Земле 1G. Вроде бы как. Так. Подожди. Одна атмосфера, да? Так. Подожди. Ну-ка, стой. Я перепутал с тяготением. Да, ребят. Сори, сори, сори. Подожди. Дай-ка, где я хотел приземлиться? Знаешь, где? В долине Маринер. Вот, долину Маринер. Давайте поближе к ней приблизимся. Посмотрим. Дождемся прорисовки ландшафта. Блин. Вот мне бы информацию скрыть. Она мне очень мешает. Вот. Посмотри. Все прекрасно. Все здорово. Тропики. Может быть, даже уже животные какие-то там есть. Представь, что прошла тысяча лет. И все-таки Марс терраформировали. Вернули в то состояние, в котором он, возможно, когда-то находился. Была жизнь. Ну, конечно, следов от ударов астероидов и каких-то больших метеоритов. Этого, конечно, не скрыть. Шрамы. Шрамы на поверхности планеты остались. Так. Ну и давайте спустимся в саму долину Маринер. Немножко замедлим скорость. Кстати, ребятки, хотел сказать вам, я не знаю, многие знали или не знают из вас, что, помните, я неоднократно в своих сериях говорил про вот эти чудо-облака в Space Engine, да? Про каменистые такие острые скалы. Облака выглядят как, не знаю, горы даже. Скажу, ребята, так. В скором времени ожидается патч, который исправит весь вид этих облаков. То есть, облака будут выглядеть намного реальней. То есть, практически так, как ты их видишь с планеты Земля. Да-да-да. Не будет вот этих огромных скал, каких-то ледяных глыб. Так что, друзья, ловите момент, когда патч выпустят. Вот эта обнова выйдет. Я думаю, посещать планеты, находить жизнью и смотреть на небо будет, конечно, куда интереснее и круче. Так, ну что ж, вот перед нами долина Маринер. И посмотри, как здесь все здорово. Вот такие большие, огромные реки. То есть, ландшафт полностью зеленый. Ну, конечно, я бы хотел видеть еще бы, конечно, огни на ночной стороне. Но, блин, здесь этого нет, ребятки. Посмотри, как ярко светит солнце. И, по-моему, так, стой. Вот это, я так понимаю, уже вечернее время, да? Вот это, я так понимаю, аха, Фобос. Я думал, это Демос, но это у нас Фобос. Так, и что у нас здесь еще есть? Так, вот это у нас... А, я думал, это какая-нибудь планета. Там Земля, Венера. Это у нас, опять же, звезда Гидры, звезда Спика. Так, по-моему, я что-то не вижу особо здесь планет. Может быть, солнцем скрывает их, не знаю. Ну, давайте, знаешь что, немножко промотаем время. Дождемся захода Солнца. И, возможно, мы увидим какие-нибудь наши планеты Солнечной системы. Посмотри, видишь? Закат на Марсе, он как на Земле, он уже не синий. Так, стой, давай так сделаем. Давай сделаем так. Так, значит, Земля. Найдем Землю и посмотрим, какие планеты можно здесь понаблюдать на терраформированном Марсе. Ох, блин, посмотри, как здорово. Какое свечение. Да, это, скорее всего... Ой, блин, я не могу. Слушай, посмотри, это... Это такое... Ну, северное сияние, скорее всего, на Марсе. Посмотри, как здорово. Вот эти синие отблески, они довольно-таки яркие. Ну, ладно. Сейчас мы это еще все посмотрим. Так, давайте посмотрим Меркурий. Венеру мы не можем отсюда смотреть. Нет, Земля. Понятно, у нас все за горизонтом. Юпитер. Вот Юпитер можем, наверное, в ночном небе посмотреть, да. Довольно-таки яркий. Сатурн. Уран. Уран, уран. Я думал, он... Ну, да, в принципе, с Марса он будет намного ближе виден, чем с Земли. Но если смотреть в телескоп, Нептун... Нептун вообще не видно. Планета номер 9. Планета номер 9 не видно. Ладно, бог с ней. Посмотри, какое обалденно шикарное свечение на Марсе. Блин, это... Это невозможно. Просто, я не знаю, невозможно оторвать взгляд. Посмотри, как это здорово. Это классно. Блин, если находиться на терраформированном Марсе через тысячу лет, это будет просто шикарно. Это будет невероятно, да. Так, ну, стой, давайте опустимся еще на ночную сторону. Я не знаю, правда, где я сейчас, на каком участке Марса я нахожусь. Так, перелетим, наверное, сейчас на дневную сторону Марса. Так, я его не перелетел? Да, по-моему, я его уже перелетел. Давайте сядем опять на материк. На терраформированный. Такс, здесь, по-моему, такая облачность огромная стоит. Непонятно, я так. Возможно, туманы, дожди какие-то уже идут. Смотри, здесь видно Венеру и Землю. Да, прекрасно. Все очень здорово. Вот это два шикарных таких мода, которые мне очень нравятся. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать свое видео. Всем, кому понравилось, обязательно, ребятки, ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал. И помните, друзья... Да, кстати, не забудьте поставить колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. И мы всего лишь маленькая песчинка на берегу океана. Пока, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok